Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек, и сегодня вы увидите эксперимент в Яндекс.Еде. Я постоянно работал в IT, в технологиях, в Ютубе и так далее, но сегодня мне стало интересно, каково будет поработать в Яндекс.Еде. Сегодня мы поедем в офис, возьмем короб, устроимся туда и будем возить заказы, а в конце вы посмотрите, сколько нам удалось заработать. А вы, друзья, пишите в комментариях прямо сейчас, как вы думаете, сколько мне удалось заработать на моем маленьком эксперименте. Партнерская ссылка будет в описании. Если хотите, регистрируйтесь по моей ссылочке. Все, приятного просмотра, лайки, подписки, поехали! Что, друзья, начало положено, оставил заявку, зарегистрировался в приложении и, соответственно, нужно будет получить короб. Сегодня вот такая вот дата, вот такое время, и сегодня поедем забирать его. Так, приехал на станцию Бутырская забирать короб в офисе Яндекса. Пришел, короче, на Бутырскую, а здесь народу вон сколько. Офигеть! Короче, с виду неприметное здание, а здесь просто народу тьма. Офигеть! Так, ну что, вот там зарегистрировались, короче, паспорт отдали. Сказали, что короб получить. Вот такой номерок у нас теперь. И будем ждать. Короче, спустя некоторое время выдали короб. Будем работать. Получил вот такой короб, короче, в их заведении Яндекса. В общем, вот такой рюкзачок. Что, друзья, время вечера. Я уже работаю на плановом слоте. Там поставили два слота. Я немножко опоздал на 15 минут. И уже привез первый заказ. Все. Везем второй заказ. Быстро в торопях. Некогда болтать. Ну что, вручаю второй заказ. Потом посмотрим, сколько у нас будет зарплата. Прям заказы с заказом летят. Жесть! В общем, во втором центре Гудзон нахожусь здесь. На удивление, почти все закрыто. Но КФС-шка работает. В общем, забрал заказ тяжеленный. Там что-то на 2000 рублей кто-то решил покушать. Напоминаю, у меня, короче, слот поставили, да, когда я зарегался. Надо было выбрать два слота. Видимо, чтобы отбить вот этот короб. Короб дали вроде бесплатно. В общем, сейчас ведем третий заказ. На Нагорную куда-то. Пока что заказы приходят прям вот один за одним. И это интересно. Потому что, как говорится, айтишка айтишкой. Но, блин, хочется тоже такой активности. Короче, уже хрен знает сколько заказов отвез. За где-то время 10. Немножечко измотался. Но, знаете, если вы любите кататься, то это работа для вас. То есть, если вы любите сидеть постоянно, то нет. В общем, у меня новый заказ куда-то в Экиторию. Сейчас маковский заказ привез. Там он, блин, вот в этот короб огромный, он не помещался. Пришлось запихать, и там, к сожалению, все вылилось. Ну, не все, ладно, шучу. Все было нормально. Ладно, а я катаюсь тем временем на вот таком самокате. И все пока шикарно. Ладно, я поехал. Время 23.45. Слот у нас уже заканчивается. Где-то у нас тут лифты. В общем, какой-то странный адрес в районе Павелецкой был. Типа на дом стоит другой адрес. Ну, типа как-то несколько домов с одним адресом. Что-то вообще странно. Несколько разных домов, и получается один и тот же дом все равно считается. И у Яндекса что-то прям заглючило аж с картой. Вот такое вот бывает. Ну что, друзья, слот завершен. Ровно 12 часов. Вот он, короб долгожданный. Начинал в локации Северная Чертаново, а закончил, угадайте, где? Напротив торгового центра Ривьера. Короче, здесь недалеко Павелецка. Меня вообще далеко-далеко увело в центр. И вообще странно. В общем, опоздал я где-то на 16 или 17 минут. Посмотрим, как это повлияет на доходе. И вообще, какой он будет. Я даже понятия не имею, какой доход. Возил вообще все в подряд, что давали. В общем, пока что со слота я не буду выключаться. Посмотрим, будет ли что-то даваться с этого. Вот, пока еду домой, короче. В общем, ставьте лайки, друзья. Если у меня будет партнерская ссылка, то пишите. Все, пока. Ну что, друзья, вот и результат. Сколько удалось заработать и сколько я проехал. По-моему, 12 заказов мне удалось выполнить. 1927 рублей удалось заработать с 7 вечера до 12 ночи. Показывает, что я проехал 33 километра, но по факту я проехал где-то 50, а то и более километров. Потому что 15 километров вернуться домой с Павелецкой и еще туда поехать где-то в районе 5 километров. То есть, в районе 20 сюда надо прибавить, потому что вас будет уводить постоянно в сторону. В общем, за то, что слот на 18 минут написано опоздал, никак не прожималось, 45 рублей они, ну, меньше получилось, да. Так бы было 750 рублей. И давайте смотреть по заказам, значит. По заказам следующее у нас. Вот начинается первый заказ Тонуки, 180 и так далее. Вот пошло. Сейчас вам буду показывать. Можете на стопе потихонечку посмотреть. Вот столько платят. Примерно по 3-5 километров были заказы. Вот иногда попадало по 2 заказа. Естественно, если целый день работать, возможно, доход будет гораздо больше, да. Потому что они там в чате Яндексовском скидывают, что там по 3 тысячи кто-то больше зарабатывает, да. Но мне кажется, что это нужно работать, не знаю, с утра до ночи. Тогда у вас и будет реально 5 тысяч рублей доход. В общем, как подработка такая вещь интересная. Если у вас есть какой-то электросамокат, электровелосипед и что-то подобное. И если вы, как я, не хотите сидеть дома и заниматься айтишкой день и ночь. Вот. Так что вариант весьма неплохой. Правда, пока что спустя, ну, то есть уже следующий день, да, и перевели мне что-то там 500 рублей. Не знаю, что это такое вообще. Почему 500 рублей, а не вот эту вот сумму. Пока что будем выяснять. Но имейте в виду, что заплатить по факту могут и меньше. Так что не верьте во все эти видео, где показывают, что там 10-20 тысяч в день зарабатывают. Это может быть и неправда. Но, конечно, если какой-то дождь идет, то заказы будут пожирнее. Там 200 рублей, наверное, где-то. Так что вот такие дела, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вдруг работаете в Яндекс.Еге или в чем-то подобном, то напишите комментарии, сколько реально зарабатываете. Только, пожалуйста, пишите реальные цифры. Будет интересно почитать. Все. Пока.